Всем привет! И это праздничный выпуск программы 200. С вами я, Никифорова Марина. Сегодня наш выпуск будет посвящен главной теме этого дня. Догадались какой? Конечно, Дню Города! Многие из вас думают, что знают свой город и его историю от и до. Но, спорим, есть такие факты, о которых вы даже и не догадывались. В сюжете Альбета Федотова привидения, клады и другие тайны нашего города. В этом году Ульянскую исполняется 374 года. Это солидный возраст. За это время у него накопились свои тайны и секреты. О некоторых мы вам сегодня расскажем. Все знают, что Ульяновск стоит на двух реках Волги и Свияги. Они расположены очень близко друг к другу и текут в разные стороны. И больше нигде в мире такого нет, чтобы две большие реки текли так близко навстречу друг к другу. Говорят, что из-за этого у нас в городе особая энергетика и мистическая атмосфера. Но правда в том, что Ульян стоит не на двух, а сразу на трех реках. Вы знаете, что это? Это Симбирка. Река, которая течет через весь центр нашего города. Но увидеть ее можно только и здесь. В остальных местах она спрятана глубоко под землей. Вот в таких вот бетонных трубах. Когда-то Симбирка была главной рекой города. Она текла там, где сейчас улица Федерации, торговый центр Амаран, стадион Труд, центральный рынок. Из нее люди набирали воду, в ней купались и стирали белье. И в нее уже сливали помои. Устепенно река засорилась и стала разносить заразу. Ее убрали в трубку под землю и теперь о ней почти никто не помнит. Недалеко от того места, где Симбирка впадает в Симбирку, стоит одно из самых старых зданий нашего города. Андреевская мельница. Раньше считалось, что в мельничном пруду обитает нечистая сила. Об этих местах шла дурная слава. Было очень много преданий о том, что здесь являются привидения, о том, что здесь происходят какие-то странные явления, пугающие явления. Но с другой стороны, это люди соотносились с тем, что здесь скрыты клады. Горожане все время здесь охотились за сокровищами. Впрочем, не только здесь. По легенде, в наших краях сплетал свои богатства с тень Каразин. Где их только не искали. Даже вот здесь. Если вы не знали, в этих местах очень много подземелий и тайных ходов. Они остались еще с позапрошлого века. Тогда здесь все было по-другому. Когда-то раньше здесь проходили улицы частными домами и стояли огромные храмы. Их потом взорвали. Вообще, наш город за 100 лет очень сильно поменялся. Но еще сильнее поменялась Волга. Раньше она была гораздо уже и на ней было много островов. В прошлом веке, после строительства Куйбышевского водохранилища, Волга поднялась и затопила целые районы. Где-то здесь под водой и сейчас остались старинные улицы, дома и церкви. И это еще не все тайны Ульяновска. Есть природные. У нас в разных районах города разный климат. Есть биологические. У нас в виде живут болотные черепахи. Есть промышленные. У нас строят одни из самых больших самолетов в мире. В нашем городе много необычного. Любите Ульяновск, изучайте его, и вам откроется много интересного. Кто придумал эти скучные памятники? Зачем они вообще нужны? Скажете вы. Но может вы просто не на те памятники смотрите? В нашем выпуске топ-5 самых необычных и малоизвестных монументов Ульяновска. Когда разговор заходит про необычные памятники Ульяновска, все сразу вспоминают букву ЙО. И это, по-вашему, необычный? Есть у нас в городе и поинтересней. В 2005 году в нашем городе установили самый вкусный и самый майский памятник. Шашлык. Его установили на улице Федерации, возле самой известной в городе Шашлычной. Вот смотришь на него, вспоминается лето, хочется шашлычков. Эх! В 2012 году возле учебного корпуса УЛГУ появилась вечная спутница студента. Халява. Халява – это птица с женской головой, которая приносит удачу тем, кто не успел подготовиться к экзамену. Ну и не захотел. Чтобы халява пришла к вам на помощь, нужно высунуться в фоточку и три раза крикнуть «Халява! Приди!» И хорошие ценки вам обеспечены. Будущий студентой – мотайте на ус. А вот становиться студентом или нет – это надо еще подумать. Говорят, они вечно голодные ходят. Вон даже памятник поставили пустой алюминиевой ложке на территорию УГТУ. Точно неспроста. В 2005 году на улице Урицкого поставили памятник герою известной детской сказки «Клопку», так как наш город считается его родиной. В Ульяновске этот памятник считается символом любви, так что если хотите найти себе суженого или суженую, потрите там пухляшую щечку. 9 лет назад в нашем городе была установлена 4-х метровая скульптура ключа. Ее изготовили кузнецы из симбирского кузнечного двора. Точно символизирует то, что жизнь в нашем городе бьет ключом. Это была подборка самых необычных памятников города Ульяновска. Их на самом деле больше, конечно. Есть кран с водой, торчащий из воздуха, есть водовозка, а есть памятник доброте. Но в конце концов, мы же не последний раз выпускаемся. Смотрите наш топчик, и вы узнаете еще много интересного о нашем городе. Кто тут любитель зарубиться с друзьями в интересную настолку? У нас для вас есть просто идеальный вариант. Играя в эту игру, можно не только повеселиться, но и провести время с пользой, узнавая новое и интересное об Ульяновске. Как раз будет чем развлечься в день города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, мы сегодня с вами будем играть в интересную игру. Эта игра будет связана с нашим родным краем. Наша задача сегодня с вами выяснить, какие были промышленные предприятия в старом нашем городе Симбирске, в нынешнем городе Ульяновске, и какие современные есть промышленные предприятия. Поможет нам в этом лента времени. Это лента, на которой расположены временные отрезки. И она у нас начинает с 16 века. Ну и заканчивается 2022 год, и дальше следующее, да, потому что можно игрой-то дальше будет продолжать. Вот наша игра, смотрите, так и называется. Индустриальная лента времени от прошлого к будущему. Вот в этом конвертике сложны магнитные карточки, которые нам будут нужны. Итак, атрибуты нашей игры. Коробочки, карточки. В каждой коробочке лежит элемент пазла. В уголочке каждого пазла вы видите какой-то условный значок. Вот здесь какой? Кружочек, да? Смотрите, во всех остальных коробочках, чтобы собрать пазл, вам надо найти элементы вот с таким же знаком. Раз коробочек 6, то элементов у вас сколько должно быть? 6. В результате вы должны с обратной стороны собрать картинку промышленного предприятия нашего с вами области или города. Дальше такую картиночку найти на магнитной карте. Узнать, как это предприятие называется. Но что самое главное, вы должны собрать об этом предприятии информацию. Когда вы нашли карточку этого промышленного предприятия, узнали, как оно называется, ваша группа, должна будет прикрепить на ленту времени в соответствии с годом создания предприятия это предприятие и подготовить небольшой рассказ. Итак, начинаем с коробочки номер 1. Ваша группа выбирает любой пазл. Так, и ваша. Так, ребят, вам понравилась игра? Да. Ну, кто хочет поделиться своими впечатлениями? Давай. Давай. Мне очень понравилась игра, она была опознавательной. В нее можно играть с друзьями в школе. Игра очень хорошая, интеллектуальная. Игра для того, чтобы расслабиться, а не надо думать. Ну, когда вытаскивали карточки, второй команде попалась в моторный завод, там работает моя мама. Игра мне очень понравилась. Интересная, можно с друзьями привлекаться. Узнавать историю ребят родного края очень интересно. И, видите, можно не читать учебники, да? А вот даже в процессе игры узнать много нового. Раз, два, три! Мальчишки и девчонки, а также их родители, подборку свежих мемов. Увидеть не хотите ли? Пара-пара-пам-пам! Мальчишки и девчонки. Вы вообще замечаете, как меняется наш город? Появляются новые дома, торговые центры и даже улицы. Интересно, а каким ульянс был до нас? Кто-нибудь вообще это помнит? Сейчас мы привыкли видеть ульянс таким, какой он есть. Но как он выглядел раньше? Давайте спросим у прохожих. Когда начал строиться «Авиастар», мы приехали. Болото, глина, непролазная грязь в новом городе. Ну, центр был хорош. Мне город очень понравился, он был красивый. Пушкинская 9, я в этом доме прожил 30 лет. И я помню те времена, когда вот здесь вместо здания Улгу был пустырь. А вместо вот этих девятиэтажек здесь был частный сектор. Ну, центральная часть города, где вот спуск набережной очень изменился. Мы там вот гуляли недавно, нам очень понравился центр города. Очень красивый. Ну, набережная стала очень красивая. Может быть, я помню, что было на месте, например, Камола? Не помню. Ничего, по-моему, не было в пустырь. В детстве мы с девочками очень часто гуляли у современника. Я сама живу в железнодорожном районе. Раньше мы зимой катались там на горке. Сейчас на этом месте уже стоит крытый каток. Там занимаются детишки. Как мы видим, город постоянно живет и меняется. Также, пользуясь случаем, хочу поздравить свой город. С днем рождения, Ульяновск! День города веселый и интересный праздник. А значит, и отпраздновать его надо соответствующе. Наша фиша подробно о том, что будет проходить интересного и яркого сегодня и завтра в Ульяновске. Всех с днем города, даже с тремя, потому что в этом году праздник длится целых три дня. Начался он вчера, а закончится он послезавтра, 11 сентября. Наш корреспондент Настя Кичаева находится на одном из мест событий. Настя, ты тут? Друзья, здравствуйте! Я сейчас нахожусь на площади Ленина. Совсем скоро будет подготовлена праздничная программа. Уже сегодня будет детский фестиваль «Волшебная страна» и одно из самых зрелищных мероприятий праздника – фестиваль воздушных змеев. Он будет в 15.00. А вот завтра на главной сцене города будут весь день идти концерты – от симфонического оркестра до шоу приглашенных звезд эстрады. А в 22.00 на площади Ленина будет праздничный фейерверк. Амина? Конечно же, только площадь Ленина праздник не ограничивается. Наш корреспондент Настя Кичаева уже перебралась на Соборную площадь, чтобы рассказать вам о событиях. Настя, ты уже на месте? Да, я уже тут. На Соборной площади все самое интересное дочитается завтра. Здесь пройдет автомотофестиваль «Автокультура-73» и открытый турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Завтра с 11.00 до 15.00. Амина? Праздничные мероприятия будут проходить не только на двух главных площадях, но и между ними. Настя, а что будет на венце? Прошу прощения, я уже тут. Да, завтра здесь будет много интересного. И первое – это фестиваль уличных театров. Это представление под открытым небом. Мемы, ходулисты – вот это все. Необыкновенно яркий и очень творческий праздник. Он будет в 13.00 у здания Краеведческого музея. На площадке научной библиотеки будет проходить молодежный танцевальный фестиваль «Сотка». А ближе в филармонии пройдет фестиваль «Майфест». Как всегда, много вкусного, красивого, интересного и музыкального. Также обратите внимание, в центре города будет много площадок с выставками, концертами, творческими программами. Обязательно изучите афишу праздника, чтобы ничего не пропустить. Ну и, наконец, последняя локация, на которой будут происходить праздничные мероприятия – это набережная Квумова. Настя. По-видимому, Настя все еще в пути. Но ничего, я расскажу вам все сама. Завтра на набережной Квумова с 5 до 9 будет проходить фестиваль уличного кино. Там же будет проходить шоу флэйбордистов. Начнется в 8.30. Это очень яркое и красивое шоу. Вы обязаны туда попасть. Ну и, наконец, не забываем, что в каждом парке города будет проходить своя яркая программа. Не сидите дома в этот день и приходите праздновать. Наш праздничный выпуск подошел к концу. И это хорошо, потому что все самое важное и интересное мы вам уже рассказали и показали. Теперь пора отправляться праздновать. С вами была Никифорова Марина. Хорошего вам выходных и веселого торжества. С днем рождения, Ульяновск! Ура! Халява. Ну, халява, на все думаете сами. Но еще сильнее поменялась Волга. Ха? Ха? Зачем вас хотят? А что? Как вы помните старый Ульяновск? Меня зовут? Илья. Илья. Раз, два, три! Ну, не единогласно. Да, под сомнением. В этом году праздник будет длиться аж целых три дня. Начался мы послезавтра. Ой. Холодно. Мерзно. 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 Мерзно.